Конверты с фотографиями, эскизы и зарисовки с места происшествия, акты судебной экспертизы и многие другие документы. Теперь я точно уверен, что к томам уголовного дела можно добавить еще том. Свидетельств, следственных экспериментов, собранных за последние годы исследовательским цехом. Эдуард Онищенко сначала прочитал книгу, затем посмотрел фильм о тайнах перевала Дятлова, заинтересовался и решил разобраться сам. Объединившись с мастером спорта по туризму Евгением Буяновым, отправились на Северный Урал и пошли по тому загадочному маршруту. Участники киноэкспедиции даже добились выдачи настоящего уголовного дела. Так как мы не извращали события, мы объяснили, что это не что иное, как только природное явление. То есть ошибка, по сути ошибка группы, которая усугублялась дальше и дальше. Трилогия Онищенко «Неоконченный маршрут» была признана лучшим российским фильмом 17-го кинофестиваля «Вертикаль» в 2014 году. Здесь подробно рассмотрены версии гибели группы туристов и сделан свой вывод. Причина трагедии – снежная доска. Для такой лавины достаточно крутизны склона 20-22 градуса, а там как раз было около 20. Толщина снега была не меньше метра с верхним уплотнением, хотя лавины исходят и при меньших накоплениях. В основании этого снежной толщи находились горизонты разрыхления, которые, именно они, и нарушение этих горизонтов, фактически, которые сделали сами ребята, участники этой экспедиции, они ставили свою палатку, они нарушили целостность снежных горизонтов. «Снежная доска – это пласт мелкозернистого или метельевого снега, очень плотного. Он сдавил палатку, часть туристов получили травмы и стали вылезать, разрезав ее изнутри». Группа отступила от палатки на 15-20 метров. Здесь стали приводить раненых в чувства. Два человека отчаянно пытались добраться до вещей в придавленной снегом палатке. В конце концов, все туристы, оставшиеся без вещей и палатки, замерзли. Четвертый фильм «Итоговый» стал бронзовым призером 11-го кинофестиваля «Золотой глобус-2017». Здесь показан весь маршрут студентов Уральского политехнического института. Но расследование гибели дятлосов продолжается. В марте 2019-го на перевал отправятся сотрудники прокуратуры Свердловской области и специалисты МЧС. Галина Белоусова, Евгения Слинкина, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону.